На встречу в рамках проекта «Профтренд» с учителями школ города пригласили только тех ребят, которые уже в седьмом классе решили свое будущее связать с работой педагога. История такого выбора у всех схожи. Вдохновение пришло во время урока у любимого преподавателя. Екатерина Митясова себя видит в кабинете русского языка и литературы и уже сейчас набирается опыта в стенах родной школы. У нас вся женская линия моей семьи – это учителя. Я уже как-то внимаю от бабушки, от мамы. И уже как-то более-менее общаюсь с учителями на одном уровне. И они вызывают меня к доске и говорят, вот давайте нам Катя сегодня объяснит эту тему. Она готовилась и меня все слушают. Каждый раз, выходя к доске и выступая перед одноклассниками, Катя верит – она еще на один шаг ближе к своей мечте. Сегодня девочка внимательно следит за тем, что делают и говорят ее учителя, чтобы себе в копилку забрать только лучшие черты современного преподавателя. Лучше быть и строгим, и требовательным, в то же самое время добрым и веселым учителем. Потому что это, наверное, больше к детям, и они больше от этого привыкают к тебе. Виталий Казарес – один из тех, кто пришел на профтренд с другой целью – максимально объективно и интересно рассказать про свою профессию. Сам он о карьере педагога никогда не думал и учиться пошел в Саровский физтех. Изначально я не пошел на педагога. Я пошел в наш Сарфти. И в этот же момент я пошел работать параллельно в третьей лице и лаборантом. И я просто шесть лет там работал. И в первые два года я понимаю, нет, это не мое. Я должен ходить в Сарфти и должен идти педагогически. По мнению мужчины, для того, чтобы стать педагогом, нужно глубоко осознать желание обучать других. Преподавателям невозможно стать, посмотрев фильм или прочитав чью-то биографию. Выбрав работу по душе, Виталий Казарес нашел и подход к своим ученикам. Во-первых, не надо стать намного выше себя, чем учеников. Конечно, не ставишь себя на один уровень, чуть выше. Не надо себя прям превозносить. Нужно относиться даже как к равным, можно сказать. В форме диалога ребята и учителя обсудили вопросы, как стать хорошим учителем, каких учеников больше любят преподаватели и как идти к своей мечте. Некоторые ответы ребят порадовали, какие-то нет. Главный результат этой встречи один теперь школьники. Выбор своего жизненного пути сделают более осознанно. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.